Всем привет, друзья, у микрофона Назрон, и сегодня Робтоп вновь появился на дискорд-сервере. Он пришёл туда за небольшой передышкой во время постоянной работы. Вот что он сказал. На вопрос, почему так долго, он ответил, что потому что это всё не так-то и просто. Его спросили, как сейчас выглядит прогресс над обновлением. Робтоп ответил, что прогресс выглядит очень хорошо. Ну, надеюсь, это и правда так. Также Робтопу сказали, что он лёгкой сложности, на что он ответил, в общем-то, что мама написавшего сложности авто. Пожалуй, самый важный заданный ему сегодня вопрос, до сих пор ли Робтоп думает, что 2.2 будет закончено в этом месяце? На это он ответил, что сейчас он вообще очень не хочет переносить обновления, и пока какого-то серьёзного дерьма не случится, он этого делать не будет. Ну и подкрепил это тем, что давно уже не видел никаких серьёзных багов. Будем надеяться, что никакого серьёзного дерьма и не случится. Да, уже 10 ноября, впереди осталось всего лишь 20 дней месяца, и за эти 20 дней, надеюсь, ничего серьёзного не произойдёт. Ещё Робтоп сказал, что до того, как выпустить 2.2, видимо, на своём дискорд-сервере он даст нам знать, когда она будет закончена. Так что ещё до выхода мы сможем подготовиться к этому. Также был вопрос, как скоро кто-то сможет сломать игру после выхода 2.2. Робтоп сказал, что, скорее всего, очень скоро, но он также быстро сможет починить эту поломку. Итак, следующая новость, так это то, что все платформеры уровней уже готовы. Насколько я помню, в один из прошлых раз, когда он приходил на дискорд, он работал как раз-таки над платформер-уровнями. Ну и ещё теперь мы знаем, что в одном из платформер-уровней есть босс-файт, который занял у Робтопа больше времени, чем он ожидал. И это не тот босс-файт из трейлера 2.2. То есть, получается, уже минимум два платформера официальных уровня будут иметь босс-файт. Также он сказал, что нашёл много разных маленьких багов, когда использовал новые фишки из 2.2, но очень быстро их чинил. Ну и до сих пор продолжает это делать. Также Робтопа спросили, сколько будет стоить 2.2 после выхода обновления. Робтоп на это ответил, что будет вам стоить целых 70 баксов. Что ж, достаточно внушительно по нынешнему курсу, поэтому тем, кто ещё не купил Geometry Dash в Стиме, советую поторопиться. Ведь, может быть, это и возможности у вас скоро не будет. Ну ладно, я надеюсь, это всё-таки была шутка. Ну и, в общем-то, это все новости, которые Робтоп принёс на свой дискорд-сервер. Судя по всему, обновление 2.2 выйдет ещё не завтра, но и откладывать на следующий месяц Робтоп, видимо, ещё не собирается. Поэтому, друзья, будем ждать, что обновление выйдет в ближайшую неделю или две. В общем, буду и дальше вас информировать, если появится что-то новое. С микрофона был Назрон и всем пока.